Шауа Тов, Бокер Тов, Доброе утро! Мы начинаем нашу новую книгу, четвертая книга Торы. Книга называется «Бэмидбар в пустыне» и глава тоже называется «Бэмидбар». В этой главе рассказывается, что было после того, как мы вышли из места, которое называется Хорев, пустыня Синай. Всевышний обращается к Маше и Агарону, чтобы провести подсчет сынов Израиля поголовно. И наши мудрецы говорят, что это был уже второй подсчет. О первом подсчете прямым текстом не говорится, но говорится в книге «Шмот» о подсчете шекелей. Всевышний сказал, что мы собрали по пол шекеля, и когда считали эти шекели, мы узнали число людей. По головам считать нельзя. В общем, и в первый раз количество людей было такое же, 603 550, столько же, сколько мы считаем и в этой главе, только там говорится об общем количестве народа, а здесь говорится в отдельности по каждому колену, сколько у нас человек в колене, кто возглавляет колено, здесь детально говорится об этом. Говорится, что от колена Реввена вождь Элесур сын Ждеура, и у него 46 500 человек, а от колена Шимона вождь Лумельцу сын Сурешадая, и у него 59 300 человек. Интересный комментарий пишется, что это земли сын Салу, вождь отчего дома Шимона. Мы знаем, это человек, который решил на глаза всех привезти медианскую принцессу Казби, и с ней прелюбодействовал, и стал Пенхас сына Гарона, то есть он внук Гарона, и убивает их невероятной смертью, они умерли, в общем, ну, нас удивляет этот комментарий, что это одно и то же лицо, потому что как-то непонятно нам написано, что не осталось никого, кроме Калева сына Ифоне и Егоша сына Нуна, как же он остался, земли сын Салу, в общем, ну, это серьезный комментарий, и просто у нас нет всех разъяснений, это написано в трактате Сангедрин 82Б и в книге Хискуни, так мы находим живой Торе, и нет у нас полностью разъяснения на эту тему, ну, конечно, интересно, как это может такое быть. Тем более, что после стоянки Тавира, глава Беаладха, мы больше не находим ни одного из имен вождей, даже Накшона сынами, а иногда вождя Калиной Вуды, которого называют князь Иудейский, его тоже больше нигде в Торе мы не встречаем, то есть они умерли, когда вышел огонь от Бога и сжег Крайстана, откуда мы узнаем, что они умерли, все вожди оттуда, из Псалма 78-го, что пищи требовали, которые вожделили, дерзко требовали, вышел огонь от Бога и поразил лучших из них. Отсюда мы знаем, что вождей этих больше не было, они очень мало времени были. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Якова Беннахума, моего дядя Володя Ровен Григорий, моего брата Павел Беннефима, Хайя Малка Бат-Йосема, Мира Бат-Аврагам, Роза Бат-Михаэль, Память Юрия Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, за здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен-Ицхак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Первая Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен-София, Двойра Бат-Миря, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бен-Берта, Евгения Бат-Ида, Фира Бат-Ана, за Мазл Парангас-Гула Ирина Бат-Ури, Арон Ребен-Ури, за хороший дух Арон Ребен-Двора, Денис Бен-Нахум, Абиган Бат-Царов. Всем всего самого на лучшего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего самого на лучшего. До следующей встречи.